интригующий вопрос но я уже представляю какие зачем зачем команда я прочитал понял взял присел честно чуть не ноги отказали даже я не мог ходить ребят всем здорово это новое интервью вместе с зону здорово здорово и сегодня проведем экскурсию так далее за бага васи наверное я не знаю прямо сейчас мы находимся в москве 9 утра как это получилось мне написал человек эрик ты не хочешь взять интервью зонора сейчас он ищет человека который возьмет у него интервью чтобы ответить все что случилось на большую аудиторию я не дурак и я не отказался поэтому прямо сейчас мы приехали и уедем сегодня же после этого интервью сейчас наша задача найти машину зонора погнали а я вижу куда большую черную машину вот на парковке мы пойдем пойдем посмотрим на самом деле всегда очень забавно видеть людей в реальной жизни после того как за ними следил очень долго в интернете и всегда эти люди оказываются такими маленькими в жизни на картинках они побольше молодые люди не забываем что эти ролики снимаются не так просто поэтому я буду рад каждому лайку которую поставить и давайте наберем 30 тысяч лайков как мне кажется интервью достойно всем спасибо ну а мы продолжаем так давайте смотреть что у него по девайсам клавиатура мастер подарок от спонсоров от кулера мастер ну да раньше давно принес сыграл подарили так мышка назови пока 2 fk2 такая же подставка отзове она стоит 4 до 1000 где-то две-три может я точно знаю наушники селсерис а не блютуз а блютуз слушай ну беспроводные если честно стоит конечно очень дорого если для контра страйка выбирать я в другие был монитор у тебя 2546 до 240 герц так вот это видео с ксго это что всякие видосы там я делал я включу сейчас да можно там старый тренировочный спрак так уловил вам покажу выиграли проиграли это ты снимаешь а ты снимаешь это ну да со своей это просто осталось я когда ребят обучал я себе в тимспе приглашал правильную инфу которую давать нужно которые ребята как они стараются вот они некоторые слушают и берут пример с ребят ну где тише говорит информацию подавать это моя запись еще есть это вот это спрака да давай а ты все игры смотришь а мне здесь нет не снял заливаю смотрю а слигра смотрел любил правду но брал срывалась серьезно там читали на чувствую сама автоматически вы или там кнопку нажмешь принципе да пока на игра да я тоже молодец покажу все что у тебя за папки я вижу очень много наработок каких-то но особенно это у меня например над каждым раундом камера вот если взять так пистолет который взять у меня есть видео записано но в куче любое любое я против кого это был это команда вот егэ играет против джинджи и к здесь помню выиграла насколько я помню это просто от каждого лица куин гранату кидаешь что он делает и какова у нее цель стоит играют они паре спауна играют в дефолт это все нужно как говорит смотреть я не помню что открыл пистолет вроде открыл есть еще например вот занятия банана 5 разных занятий банана тоже видел открываешь смотришь люди банан занимает вот общая картина это не я сразу висел это я записывал ты вот так примерно видел все да но где-то так за каждым нужно смотреть разбирать показывать команде что как говорю здесь не всем не только инферно вертига и на остальных картах еще на жестком диске на жесткий диск под сейфом у вас спонсор этого ролика то что я сюда приехал и уеду это сайт ксфл напоминаю то что это тот сайт где вы можете поставить ставку любого скина на любой коэффициент и вывести некоторые большие бабки ставите ставку выигрываете выводите сразу скин на можете депозитнуть большим бонусом который называется моим кодом шок ну а также на сайте появился недавно новый режим который называется джекпот вы можете ставить скины с большим количеством людей и выиграть тот тикет который попал по рандому ссылочку на кайсфл я оставлю в описании можете попробовать но также не забывайте про мой реферальный код а мы идем дальше саша где ты родился и как с этим с этой игрой познакомился на родился в городе бресте беларуси с игрой познакомился в компьютерном кубе как и все наверно в то время в районе 2000 года 99 где-то и в принципе когда еще в школу ходил ходил в компьютерный клуб ездил например у меня компьютерный клуб был от дома своего за два часа езды я каждый раз когда с школу приходил два часа в одну сторону два часа в другую где-то или полтора или два я уже точно не помню где-то средняя час 40 ездил по три часа время убивал по три три с половиной чтобы только добраться до куба в принципе раз не был никого дема сидел по 10 часов за компьютером дубасил ботов просто ну и все так развивался играл по чуть-чуть нравилось играть в 16 в то время еще 15 там было на 3 1413 даже была версия прекрасным моментом команду позвали потом начал в столицу беларуси ездить минск отборочные и минске даже где-то побеждал выходил отборочный в москву проходил отборочные в москву первый раз попал на арбалет кап в 2003 2003 или четвертом году попал в москву и москве конечно проиграл не помню команды приехал в москву до играл турниры и мы проиграл до проиграл мой брат уже до этого жил в москве это долгое время и потом после армии когда служил 2006 2007 год я приехал к нему москву так сильно интересовался кс бизнесом ну где-то чекал сайт смотрел но занимался ним бизнесом и где-то до 2013 года 14 как ты пришел принес тренироваться просто играл играл хотя у меня была работа мы кстати вот способ самого бизнеса мы занимались моим братом трейдингом профессионально у меня у него есть профессиональный инвестор но звание такой как сказать корочка и я довольно сейчас тоже могу заниматься в общем люди кто тот кто отправляет меня на завод пожалуйста не отправляйте меня я очень хорошо могу других сферах зарабатывать на завод блять я не пойду блять это вообще просто уже надоели мне каждым личку пишет иди на завод я уже расскажи свою историю с 3 meters как-то вообще все происходило и почему именно этот состав почему на это организации организации не знаю они собрались сами в мае играли в игры какую-то в москве турнир как назван мид тв вроде первыми заняли и потом начали сползать резко вниз с 50 на 150 место и поняли что им нужен тренер я как раз то время в фантом белла тур был тренер и нас там тоже не получилось нас закрыли и в принципе был свободен они искали какие-то кандидатов и написали мне я зашел все поддержали принципе там и вот так очутилось что где-то ноябре месяц начал работать с ними прошло некоторое время мы сделали одну замену поменяли капитана и довольно моральная составляющая у всех игроков была хорошая но и продолжали работать по 12-13 часов работали в день и принципе вот так и все получилось дремитерс но вообще-то до дремитерс еще я был тренером команды хэй там набирался небольшого опыта такой опыт маленький получил и потом бесплатно где-то зарплаты не получил где-то полгода даже больше и потом в киев кантум белла тор тоже был тренером но тоже некоторое время бесплатно некоторые платили время и потом позвали в дремитерс все закрутилось само собой это 2018 год был насколько часто ты пьешь вообще не пью пиво могу в компании выпить пиво все так не пью не курю но последний раз горю вот выпил немного вот первого числа первого второго до после всего этого это это редкость вообще ты слишком эмоционально турниру считаешь ли это минусом нет вообще-то это считать по психологии я вхожу свою комфортную зону когда только я где-то оказываюсь на ванне каком-то это моя зона которая захожу погружаюсь и мне ничего не интересует кроме победы и но эту зону в профессиональной психологии и все игроки профессиональные то кто бы это не был баскетболисты хоккеисты если они делают шаг на площадку они оказываются своей зоне они погружаются не никто не интересен ни жена не дети не прочие люди там не камеры они находятся как своей голове на одном месте но это все чемпионы так делают профессиональные психологи зомбируют ну говорю каждый лан где приезжаю я нахожусь своей зоне и может это эмоциональность там проявляется где-то некоторым кажется что я такой там сумасшедшим нет просто я комфортно себя так чувствую уверенно но ты же в курсе это ты покажешь доминации до молодые игроки после всего этого начинают закрываться и не отыгрывать и противник не на всех действует на сильных противников не действует на молодых да сколько ты заработал за всю свою карьеру ну примерно в кэссе миллиона три три с половиной где-то почему не сослось с дремитерс потому что наверное организация не хотела развиваться идти дальше но мы дали шанс еще после мажора наверное какой-то вектор неправильное направление было развитие ну там помню антон был целый виноградов сам хорошо мыслит понимает все четко но наверное не знаю может он сейчас кстати по богам занимается успешно довольно и насколько я знаю мобайл папка или что там такое да у него нет нет не разработчиком вроде у него команда есть я точно не знаю но он вроде только по богам занимается и вроде все успешно накид турниры ездили в принципе ну там где-то за пеном задолжали было за три-четыре месяца мы хотели дальше идти развиваться и команда решила но все решили что нам будет в другой организации лучше это делать мы когда уходили отдали ему большую часть призовых больше двух с половиной миллиона два с половиной миллиона мы ему отдали на виноградову мы выиграли разные там чемпионаты миллион на пол на пол миллиона и мы как призовые с мажора делили на разных но на нас семерых целу я и пять игроков то говорю мы ему отдали даже большую часть чем мы получили на каждого и мы так попрощались все было честно какие у вас были команды организации куда вас могли позвать вас был выбор и вы выбрали давно куда в китайскую организацию они сами пишут их зовут никто не пошел здание только бонзик пошел коронавирус гуляю но это еще на то время не был коронавирус но в принципе что-то с китайцами не хотелось его иметь у с китайским организацией хотели как-то русскую организацию и как-то с форианском легион в принципе организация но нам очень многое пообещали сказали все что будет там хорошая зарплата хорошие условия мы подумали вроде все под носом буткем под носом москве ну че искать если есть довольно хорошая организация и пошли фар легион более так там познакомились лёши ну вот по чуть-чуть закрутилось хардплей хороший сэл организации да хороший я просто его раньше не понимал скорее всего в общем у нас не за понимание было мы за наверно за 8 месяцев никогда она вживую не общались ну один раз где-то пересекались на первый раз встречи и где-то еще до договора еще потом где-то на встрече в январе феврале что такое когда ездили и все потом коронавирус да мы не общались он меня плохо знал я его плохо знал я некоторые вещи там от лица команды говорил ну где-то ему не нравилось и где-то мне казалось и мы очень плохо друг друга знали и как-то накипело за 8 месяцев и мы немного там разругались ну бывает у всех людских потом в один прекрасный момент встретили в кафе поговорили я понял клон человек нормально и он понял к я нормально но мы помирились пожали друг другу в принципе лёша нормальный человек я просто вот как есть одни мнения какие-то там плохой человек я бы не сказал принципе все устраивало как человек он нормально когда вас приглашали виртус-пром китайской команды они предлагали вас выкупить или бесплатно не мы с дремитерс и в хард легион пришли бесплатно нас никто не покупал я не знаю может я читал комментарии там кто-то говорил что нас купили хард легион ценики писали никто нас не покупал мы просто пришли все нам зарплату мы бесплатно пришли так что это какой-то миф слух я тоже немного не понимал откуда эта информация берется когда ты ушел в первый раз из хард легиона ну просто да какая организация салон секрет написали 6 организаций до 5 и 1 европейская но без них так есть выбирать 3 нормальных интригующий вопрос но я уже представляю какие зачем зачем наверное хотел чтобы моя команда думала команде скорее всего я думал что после победы когда в трассу не появилась это бак виртуз-про и нави но тоже там всем известным на виртуз-про и насколько помню у меня первый раз я познакомился с этим вообще выскочила просто случайно на трейнер но это понятно что скачу и скорее всего там третья решающая карта я понимал что но как сказать мы или на нас ждет дисбант или мы не покажем ли команда растет полном духе этим рассвете и скорее всего я там же срач такой был мне еще плюс в то есть ну какой-то такое происходило мутный уже я уже чувствую это на истощение команды скорее всего я хотел чтобы команда лучше стала играть почувствовать вкус победы не взял свои руки начал координировать их где-то даже наоборот не помогало это но где-то и помогу непонятно даже как с этой фигней мы сыграли бы но она у меня самого случайно вылезла эти могу потом сказать как потом уже в остальные игры которые у нас там проходили с navi да скорее сюда я извинился перед парнями перед теми что я скорее всего мысленно я хотел это сделать но но сам и по координе потому что понимал что шансов у нас нет они нас выигрывают на дасти повисел по координировал да что ты сказал вот в каком раунде началось и что-то старался как выглядела твоя информация в команду информация на команду как выглядит но вообще у меня зависло все на тарис пе я ничего не видел просто видел тарис по один но викторийный баг который наверное даже я не помню ну нажимается вот у тебя как он появляется этот баг ты просто за тренером заходишь 1 но что ну вот на сервере нет игроков вообще просто захочешь первую на сервер захочешь за коуча и все он то появляется то не появляется я вот это не не знал как это работает до сих пор даже не знаю но вот у меня в тот момент не появился мы играли начинали сторону затерров террористов мы вели 110 или 19 я сказать ничем не помогал конечно я ничем это не помогало потому что там я только видел тарис сказал принимать просто ходить там за да играть 32 там играть 41 все конкретно такого сильно ничего я не говорю микру там не говорю стрелять да скорее всего это помогло ну где-то принять длину где-то помогу принять мид хотя я мид не видел я ничего не видел что под б под а видел куда люди бегут на на б да и мог так сказать играйте дефолт и принимайте длину больше вот эту часть я говорю как ты узнал в первый раз про этот баг первый раз где-то на праке был на какой-то официалке но я вышел я не помню я вот в мае вот это у меня отрезок был в мае недели две где использовал и то не на всех картах так рандомно где получалось где не хотел чисто мое любопытство было а так где-то еще наверное феврале у меня как-то выскочил и я еще тогда подумал наверное хернякает но и не обратил внимание потом прошло время он мне еще раз выскочила я думаю чуть такое почему это так но почему это так я думаю как это работает вот мне так было интересно но вот мое любопытство наверное но вот эти две недели скорее всего и завели меня в тупик люди говорят еще 2016 году обращались по этой ерунде но писали им не отреагировали вальване ничего не ответили еще наверно кто-то может в семнадцатом писал восемнадцатом тоже не отреагировали и я думаю вот очень много тренеров очень сейчас сколько 10 10 человек уже есть тренеров и думаю еще сверху человек 10-15 будет но не получит сейчас не знаю просят говорят сознаться но если меня первого так не забавили я тоже бы сознался принципе считаю бан этот справедливый два года нормально я бы тоже сам себе дал этот банн считаю два года это то же самое как по жизни так что это такая не факт что мне захочется вернуться сначала игрушка игрушка поигрался хватит все потом через две недели я понял скорее всего я не на ту дорогу забежал какие ощущения от выигранной карты за счет баг никаких вообще но у меня было никаких я наверно за парней там больше рад был что они выиграли как узнал что тебя забланили ну я был зале но честно все было занимался и мне скинули письмо 31 августа что не помню вечером уже с 31 на 1 что там ваш проверили ну я в принципе к этому уже готовился и сейчас рано или поздно идут до нового года это все будет ну и пришел письмо я прочитал понял да все в жопе полно взял присел понял что же честно чуть не ноги отказали даже я не мог ходить ну да ну такое было я сел и еще часа два сидел на месте потому что с места не мог сдвинуться ну я понимал ситуацию уже что чё к чему этому приведет и уже конечно я первые три дня вот расстроился очень сильно даже говорю как тебе говорю похудел на 5 килограмм за пять дней сейчас начинаю по чуть-чуть уже оживать потому что у меня цель появилась жизни и ну в принципе я думаю со времени все наладится вот ты заработал три миллиона сколько из них осталось это это все проинвестировал или потратил вообще расскажи про твои финансовые траты компьютер хороший купил мелочи там где-то ремонт квартире сделал не в этой которую мы были в другой телефон просто купил айфон я так не тратил мне до сих пор эти это есть деньги но в сну и в принципе я не такой там знаешь пойти машину купить вот у меня есть машина и на ней там 67 лет езжу и доволен и и просто экономный где-то коплю назови свой топ-3 лучших игроков с которым ты работал работал топ-3 наверное fleet когда работал в кубе ну во-первых моя вся команда dream и торс но их пять но я их не могу делить они как одна одно целое так что могу так команда это как один игрок а в общем так fleet и наверное и господаров вообще впервые он в интервью хорошо дисциплинарный парень молодец к своей цели идет назови топ-3 лучших тренеров по твоему мнению hunden пита и small sports как там у реджин самый лучший нормальный очень хорош ну а на самом деле ну конечно зоник наверное первую очередь кто еще тренер бэйда тоже сильный тренер то что он капитана был команды и шарит во всем ну и сам hunden да он реально сильный тренер у тебя бан на два года что ты будешь делать чем будешь заниматься это время буду стримить повседневно буду делать свой контент у меня полно кучу раундов всяких интересных фишек буду вести свой youtube канал плюс не очень хорошо понимаю там в тренерской в тренерстве в этом деле и могу обучать учеников брать много чего могу делать скорее всего буду стримить до начинать с этого и заканчивать учениками если что ссылку на твич зона я оставлю в описании кому интересно всегда можете заглянуть какая реакция у игроков твоей бывшей команды по твоему бану реакция удивление с чего было потом я сказал вам честно признался да но говорю вот у меня спросили так в остальных играх там ну ты же даже не координирует да говорю как говорится один раз ударил второй раз по приколу знаешь вот второй раз во второй раз я по приколу сейчас уже конечно смешно это но там кит мелкие турниры я там да на карте стал использовал это по приколу был и это ничего не помогло мы все равно проиграли некоторый матч и деньги не выиграли призовые не выиграли но принципе просто любопытство так смотри ты использовал баг но сейчас мы видим в демках и радар и закупы и деньги вообще все что ты видел на самом деле там я просто свою команду виделся и на том месте исполнился там не было на радаре тоже своя команда на закупе тоже своя команда все как у тренерского но слота просто на одном месте мне не мог летать как некоторые пишут там я мог летать по всей карте там после просто на одном месте висел все просто баг которая вместо тренерского слота который переходит тренерскую ну смотришь за каждым игроком ты остался на том месте команда хард регион знала о том что ты знаешь нет очень нет сейчас многие хотят наказать игроков потому что они могли бы знать как думаешь за что их наказывать нет не заслуженно меня наказали заслуженно и за что виноват только я знаешь ли ты тренеров которые использовали до этого баг и но тоже не поделись скорее всего да я знаю это легко посмотреть по влогом игры любую игру открываешь на халтовая и просто смотришь миссии тренер заходит первый значит скорее всего да он использовал и я видел но видел ты в курсе что какая-то инфа прошла в течение 8 месяцев будут проверяться все тренки 2016 года нормально пусть проверяют я думаю кто-то еще в шестнадцатом и семнадцатом использовал 18 и 19 какое наказание у них должно быть но какой ты бы себе наказали себе два года достойно или на будут достойно а то что тот же бразильский тренер получил я подменил вообще за такое как у него но это несущественно скорее всего сколько он полгода получил бразильский тренера до полгода полгода но я подменил или дал бы три месяца два максимум там он сколько один раунд два это ерунда друзья наша традиционная рубрика мы сейчас дарим подарок вам зону выбрал очень интересный подарок это легендарный бейдж который был на турнире берлина мажор достался очень сильным трудом да и получается так что сейчас вы можете его получить всего лишь за один комментарий задание задание счастик напишите в комментариях лучшую отмазку который мог бы использовать зонор в случае для оправдания что мог бы сказать чтобы его бы оправдали лучшие самые забавные комментарии получит этот бейдж ребят у вас ровно три дня поэтому пишите а если вы не пишите комментарии пожалуйста лайкайте чужие чтобы другие выиграли вы поддержите комментаторов им это я думаю будет приятно с вами был я шок и зонор надеюсь вам понравилось это интервью мужчины постарались и я надеюсь на твой лайк не забудь подписаться на совсем уже скоро 8 миллионов пока пока